Всем привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня поговорим с вами о бьюти-сфере в Польше. Я в Польше живу уже год и работаю в салоне красоты, поэтому могу вам все рассказать о бьюти-сфере, а также о ценовой категории. Если вам интересно, оставайтесь со мной и поехали! Начну, наверное, с того, что ценовая категория на бьюти-услуги в Польше достаточно высокая. И если это не украинский либо русский мастер, то не очень качественная, скажем так. Поэтому здесь в основном цены кусаются. Я сравниваю с Украиной, откуда я выехала. Не знаю, как в России и Белоруссии, но, в принципе, наверное, то же самое. Цены здесь большие, а качество услуг, если это не украинские мастера или российские или белорусские, желают быть лучше. Запоминаем. Ногти от 100-150 злотых, обычный 1 тонн, а ресницы 100-150, так же, как и маникюр. Если дорогой салон для маникюра 200 злотых, то и ресницы будут 200 злотых. Педикюр 100-150, так тоже, в принципе, как и маникюр. Окрашивание волос 400-500 злотых, иногда и тысячи, если вам нужно более сложное окрашивание. Балаяжи, амбре, ресницы, я уже сказала, брови. Брови тоже, окрашивание бровей будет 100 злотых. Ламинацию только недавно начали делать. Делают татуажи и обычное окрашивание хной либо краской. Уколоть губы и какие-то уколы краски будет от 1000 злотых, 1200, примерно так. График работы 6-8 часов. Это максимально после коронавируса. Но в основном так. Может, конечно, в сезон быть и больше. Ну, конечно же, на вас никто не давит. Вас в основном спрашивают, как и сколько, когда вы можете и хотите работать. Далее, документы и зарплату дают сразу, ничего не задерживают, никто не работает по-черному, на черный и так далее, как у нас это принято и как у нас это говорят. Вы обязательно открываете приватного предпринимателя, если вы работаете сами на себя. То есть, все законно, все обязательно по документам. Иначе штрафы, иначе, ну, просто здесь это не принято. Итак, цены на маникюр. Маникюр здесь стоит гель-лак в 1 тонн стоит 100 злотых. Это примерно 700 гривен. Даже чуть-чуть больше, на минуточку. И если это делает не украинский мастер, то, к сожалению, качество плохое. Я не знаю, почему, но в Европе европейки, те же полячки делают хуже намного, чем наши украинские мастера. Поэтому здесь очень ценятся украинские мастера. Также, например, парикмахер. Окрашивание волос в парикмахера стоит где-то около 400-400-500 злотых. Это 3000. Ну, это я примерно называю, я так быстро подсчитываю. Это примерно, вы можете себе подсчитать более... На калькуляторе умножайте на 790. Сейчас, по-моему, злотый стоит. Вот. Поэтому парикмахеры здесь, если покрасить волосы, 450-500 злотых. Это даже не зависит от длины. Так как, например, я крашу только корень. И, в принципе, ничего больше не делаю. И это стоит 400-150-500. Если вам нужны сложнее техники, то же амбре или балаяш, то это будет где-то 1000 злотых. 1000 злотых это 7000 гривен. И опять же, здесь очень важно искать очень хорошего мастера. Так как бьюти-сфера, в принципе, в Польше немножко хромает. Она уступает нашим мастерам. Как ни странно, многие говорят, так ты же получишь там образование, ты же получишь там диплом европейского уровня. А что толку, если я училась, например, в Польше, но в украинке или в белорусске, не имеет значения. Мы учимся наших мастеров, потому что их мастера тоже ездят к нашим мастерам учиться, но не в Украину. А здесь ищут тех, кто обучает, только чтобы это были наши мастера, наши девочки. Наращивание нахлей начинается от 170 злотых. Это примерно 800-900 гривен. Даже чуть-чуть больше, по-моему. Цены достаточно большие и кусящиеся. И у них как-то всё с опозданием приходит. Например, ламинация бровей. У нас в Украине уже давно все знают о ламинации бровей и давно все делают. В Польше ламинация бровей пошла в моду вот недавно, буквально месяца три тому назад. Как только начали некоторые девочки, не во всех салонах, делать ламинацию бровей и лифтинг ресниц. То есть ламинацию ресниц, если по-нашему. И стоит это 100 злотых. И что удивительно, маникюр 100 злотых и ресницы 100 злотых, где нужно наработаться, где больше времени нужно. У нас, например, в Украине ресницы дороже, чем маникюр. Так как с ресницами нужно больше времени, а с маникюром там час-полтора. С ресницами где-то 2-2,5 часа. Поэтому у нас ресницы намного дороже. Здесь ресницы почему-то на уровне с маникюром. Но это тоже не во всех салонах. В некоторых, возможно, такие же цены, а возможно, тоже чуть-чуть больше, чем маникюр. Это зависит от салона. Более дорогой салон, тоже цены, соответственно, дорогие. Ну, соответственно, всегда маникюр с ресницами на одном уровне. Стоит практически одинаково. Если дорого, то дорого и то, и то. И на одной цене. Если более дешевое, то тоже на одном уровне. Наши мастера делают очень качественно свою работу. Они очень дотошные к своей работе. Польские девочки намного делают хуже. Не хочу никого сейчас обижать, но это так и есть. И это говорят мне даже сами полячки, которые приходят ко мне на маникюр. Они говорят, что они даже сами ищут всегда украинку, потому что украинки делают это дотошно, качественно и так очень к мелочам придирчиво. Ихни девочки так не делают почему-то. Даже с Норвегии у меня были клиентки. И те тоже в Норвегии ищут себе украинских девочек. Поэтому, девочки, да, наша профессия востребована. И если вы хороший мастер, то, я думаю, за границей вам будут только рады в салонах. Но есть один небольшой минус. Наши девочки как любят. Полячки те же. Если у вас директор полячка или поляк в салоне, то они и очень придирчивы. Они еще к нашим девочкам, которые как бы все умеют, еще и очень придирчивы. Они очень отборочно берут на работу. Не всех подряд. Ты должен постараться, чтобы тебя взяли на работу. Почему-то так. В основных салонах, где лично я проходила собеседование, там так. Нужно было сделать на модели бесплатно маникюр даже иногда. И два. Его очень дотошно рассматривает шеф заведения. Вот ваш босс, начальник. И только потом принимает решение, брать вас или не брать. Хотя они знают, как мы работаем. Ну, тем не менее, отбор достаточно большой. Если вы начинающий мастер, то я думаю, что вам нужно еще потренироваться, чтобы тут вас взяли в какой-то салон. Работа здесь в основном на процентной ставке. То есть вам платят процентную ставку от маникюра и, возможно, еще платят за часы, которые вы пребываете на работе. В принципе, с одной стороны, это плюс, так как вам не надо покупать материалы, лаки, обеспечивать себя всем необходимым, не надо платить аренду и тому подобное. И ты не переживаешь за клиента, потому что сам салон тебе записывает клиента. И, соответственно, зарплату ты получил, можешь делать с ней все, что хочешь. Тебе не надо отложить с этой зарплаты на аренду, на материалы и на многое другое. Здесь есть такое, как... Как это по-русски, по-украински будет? Что вы как бы берете в аренду кусок территории салона, платите за нее определенную сумму и работаете там уже сами на себя. Но это тоже фиксированная сумма в месяц. Например, тысячу злот их стоит стол в каком-то салоне. Ну, плюс еще там какие-то проценты, точно уже не скажу. И вы уже там материалы, лампы и все другое, и клиентов обеспечивайте себе сами. Больше востребований на мастера маникюра, мастера педикюра, а также парикмахеров. К сожалению, менее востребованы это те, кто занимается пернаментными макияжами, так как, в принципе, не есть это так ходовое здесь, чтобы это делал каждый второй, либо чтобы это... Здесь еще, знаете, по старинке делают татуаж бровей, татуаж ресниц и все остальное. Они делают там пудровое напаление на полгода, на год, как у нас делают пока, к этому не дошли. Ну и, соответственно, мастеров хватает. В салоне там может быть один, кто делает брови, вот такой вот татуаж такой бровей, а может и не быть вообще. Здесь интересный факт то, что салоны разделены. Парикмахерские салоны это отдельные салоны, и маникюрные салоны это тоже отдельные салоны. У нас чаще всего в одном салоне может быть и маникюр, и педикюр, и все на свете, и даже ресницы. Здесь в основном маникюр может быть с ресницами, но очень редко. В основном это все отдельно по парикмахерству отдельно, и маникюр отдельно. Очень редко, я видела, где парикмахеры вместе с маникюрщиками, это очень редко, ну просто очень. В основном салон только маникюрный и, ну, с педикюром, или только парикмахерство. Конечно, здесь очень много украинок открыло свои салоны, и, конечно же, наверное, на начале лучше устроиться на работу именно к такому шефу украинскому. Вам будет легче и в разговорном диалекте с шефом. если вы не знаете язык, и, наверное, будет помогать вам в общении с клиентами и все такое. И наши хозяева салонов менее так придирчивы, потому что польские девушки, властители салонов красоты, они достаточно придирчивы как к человеку, так и к чистоте, так и к работе. И если вы только начинаете, вам, возможно, будет трудно поначалу соответствовать всем требованиям, которые от вас хотят. А требований достаточно много, но нужно делать все четко, как диктует вам владелец салона. Поэтому будет вам легче устроиться, наверное, в украинке в салон на работу. И найти ее не трудно, так как здесь очень много украинок, наших девочек и русских девочек открывают салоны. На каждом шагу практически здесь есть салоны у русских или украинок, поэтому найти совершенно, я думаю, не сложно. Очень дорого стоят также какие-то уколы красоты, те же губы, ботокс, не знаю, гиалуроновая кислота. Да, это все от 1000 злотых, это от 7000 гривен, это 200 долларов практически. У нас, наверное, 100 стоит там уколоть губу верхнюю, да, ну, если я не ошибаюсь. Так было год тому, сейчас не знаю. Но здесь где-то от 1000 злотых, от 1000 злотых, может быть, и полторы, и две стоит уколоть губы гиалуроновой кислотой. Также и за какие-то лифтинги, массажи. Массаж тоже здесь достаточно востребованный, и, в принципе, много массажных салонов. Ну, более всего, конечно же, парикмахерских и маникюрных салонов. Маникюрные салоны вообще практически на каждом шагу. Парикмахерство, наверное, чуть меньше. Вот, поэтому, девочки, хорошо, если вы умеете делать все себе сами. Ногти, волосы, так как здесь это достаточно дорого вам обойдется. Ходить в салоны красоты будет дороговато. Если вы делаете себе все сами, то это будет круто. В салонах, например, у полячки, у польского властителя, ты не сможешь себе сделать там маникюр, либо еще что-то, потому что, в принципе, они этого не поддерживают. Если будет хозяйка украинская или русская девочка, то вы можете делать и в салоне себе сами маникюр, если у вас есть на это время. Зарплата. Очень важный и интересный вопрос, который мне много раз спрашивают. Зарплата, например, в салоне красоты у мастера маникюра плюс педикюр или просто маникюр варьируется от 3000 злотых. Это примерно 20 тысяч гривен. И вам не надо тратиться ни на что и не беспокоиться клиентами. Может быть, меньше эта сумма, а может быть и больше. Бывает, что девочки зарабатывают и по 4-5 тысяч злотых, если есть хороший сезон, там, лето, праздники. Но, в принципе, это, наверное, всюду так и в Украине, и всюду по сезонам эта работа как-никак. Есть месяцы более такие глухие, скажем так, а есть более вот такие живые, где прям много клиентов. Много клиентов, это вы работаете по графику, в основном сейчас после карантина это 6-8 часов. В принципе, немного. За 6 часов вы нормально так отработаете и получите за месяц от 3000 злотых. Документы. Документы в салонах властитель делает вам практически сразу. Польские шефы, властители салонов достаточно ответственные люди, и они никогда не задержат вам зарплату либо документы. С этим проблем у вас, я думаю, не будет. Скорее всего, здесь просто это не позволено законом, и никто так не делает. Здесь все работают официально, никто не работает там, как у нас, без каких-либо документов, либо, если сам на себя, то без приватного предпринимателя. Здесь все имеют документы. Если вы работаете сам на себя, то вы обязательно открываете предпринимателя, иначе будут такие штрафы, ну и просто вас никто не возьмет на такую работу. И если вы работаете на кого-то, то тоже вам сразу делают документы. Здесь ничего не ждут, никто не работает по-черному, как у нас там говорят, и тому подобное. Здесь все четко, зарплату не задерживают в основном. Ну, может, есть какие-то там непредвиденные ситуации, могут там что-то задержать. Но в основном ничего такого никогда, например, у меня не было. Девочки, я надеюсь, мне удалось ответить на ваши вопросы касательно бьюти-сферы в Польше. Здесь любят и ждут наших мастеров, поэтому я думаю, что если вы хотите сюда приехать и боитесь, не знаете, примут вас или нет, то если вы не начинающий мастер, хотя бы немножко что-то умеете, либо просто талантливый человек, вас обязательно примут. Ну, конечно, могут немножко придираться. Ну, к этому, в принципе, можно быть готовым. Если и нет, то, в принципе, зато у вас будет хорошая дрессировка, и вы очень классно будете делать маникюр по итогу, так как придирчивость будет достаточно высока со стороны властителя салона. Вот. Если у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете задать мне их в комментариях. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы касаемо бьюти-сферы в Польше. В принципе, все, что я хотела вам сказать на сегодня. Увидимся в скорых новых видео. А я всех люблю. Пока!